Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарии. Я предлагаю вернуть в бюджет тот миллиард, который он украл вместе со своими подельниками, и люди совершенно не почувствуют этого повышения цен, которое очень плохо сказывается на самых бедных наших гражданах. И вообще, я предлагаю ему вернуться домой. Пусть произнесет эти слова с трибуны парламента, но он не придет. Илан Шор вор, лжец, лицемер и к тому же трус, отметила Лайба. Отметим, что совсем недавно почетный председатель. Либеральный партии Михай Гимбо утверждает, что на протяжении карьеры ему не раз предлагали взятки для решения ряда проблем. В частности, доверенное лицо Шора предлагало ему 400 миллионов леев, передает НОК ТМД. В передаче Кути Аниагара на канале ТВ8 он сказал, что в обмен на деньги должен был сформировать большинство, но не уточнил, какое оно должно было быть и в чем, собственно, заключалось. Когда это было, он тоже не сказал. Если я скажу, то продолжится, дело ясное. Мне предложили решить проблему, но я сказал, убирайтесь. Они думали, что я возьму деньги и собирались меня арестовать, но все знали, что я не собираюсь их брать. Он все еще думал, что может быть, я возьму их. Цель была арестовать меня, но не разбогатеть или решить проблему, сказал Гимбо. Также в передаче обсуждались вопросы, связанные с проблемами, стоящими перед страной, включая газовый кризис и полученные счета. Отвечая на вопросы, является ли для него сейчас проблемой счет за газ, почетный президент либеральной партии сказал, что он может оплатить свой счет, учитывая, что ведет бизнес с 2002-го. У меня также есть бизнес, открытый в 2002-м, когда я не был членом парламента. Я покинул парламент в 98-м и вернулся в 2009-м. Что касается процедуры отказа от предложенной правительством компенсации, Гимбо назвал ее зеленым листом левиды. По его словам, единственным решением было бы не подписывать новый контракт СРФ на покупку газа, а компенсации предлагать только социально незащищенным слоям населения. «Этот обман граждан. Я говорил, что гражданам нельзя ставить в такую ситуацию цены очень высокие. Государство должно было взять кредит и провести черту с русскими, с бедностью, чтобы люди меньше платили за газ и пенсии были выше. Необходимо взять кредит, как это делают Румыния и другие страны. Компенсацию давать только уязвимым слоям населения, но не всем. У нас есть государство, которое всадило нож в наши сердца, и мы говорим вам спасибо», — добавил Гимбо. Кстати, совсем недавно беглый депутат Шор, модель Ксении Адели и бизнес-леди Чезара Салинский входят в число молдаван, которые получили паспорта на расстоянии. Об этом в эфире передачи на канале ТВ8 рассказал глава агентства госуслуг Эшану. «Люди не присутствовали на оформлении документа. Использовалась более старая фото из базы данных. Мы сопоставили дату выдачи удостоверения личности с фотографией в том году, в котором она была сделана, и довольно легко все выяснили», — отметил Эшану. «По словам Эшану, таким образом было сделано около 30 паспортов. Мы выявили около 30 человек, все из окружения Плохотнюка. Я могу назвать вам некоторые имена, например, Дели, гражданин Мунтяну, близкий к Плохотнюку Чезара Салинский», — сказал глава АГУ. «Мир Чаэшану утверждает, что об этом было известно, но тогда никто не возражал. «Мы установили, людей точно знаем, где были выданы документы. Могу вам сказать, что по этому факту есть уголовное дело, и по этому делу я вижу активное движение. Надеюсь, его доведут до конца», — добавил Эшану. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите 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 на канал